Так вот, ребенок приходит в наш мир, человеческий детеныш, абсолютно грамотный. И то, что он не умеет с нами общаться, это не означает, что он тупой или безграмотный. Он просто учит местную, примитивную речь. Да, дайте теперь мне лыжню. Сейчас я выскажусь. Да, Сережа просто клондайк для меня, потому что когда он вещает, я накидываю большое количество в блокнотик себе подсказок, чтобы их прокомментировать. Как классно. Да, сейчас все я записал. Начну не сначала, а с финала. И перейду к самому началу. Единственная просьба, не перебивайте, босса бьюсь с мыслью, потому что... Я выключаю на грамоте. Да, 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 благодарю. Я приблизительно попытаюсь сейчас повторить подвиг Сергея и задвинуть на минут 5-10 тоже свои мысли. По поводу канала. Канал привлекает прежде всего для того, чтобы привлекать. То есть, не важно, что здесь будет вещаться. Ну, для человека понятно в мерках приличия. Важно, чтобы привлечь внимание на площадку. На этой площадке первостепенные задачи обратить внимание на здоровье. То есть, на данный момент я уже себя отношу к тем человекам, которые могут дать практические советы, чтобы человек исцелился практически от любого заболевания. Это очень важно. И второе, опять грустно скажу, это всеми силами остановить убийство детей, которые происходят, как подсчитали грамотные человеки, каждые 5 минут. Поэтому, даже если здесь кто-то ошибается и заблуждается, главное, чтобы канал жил, главное, чтобы огонь горел, главное, чтобы камин светился. И к этому уютному камину сходились все человечество и получало информацию, знание и данные. Причем, информация и знание данные – это две разные вещи. Хорошая мне понравилась тема, записал, для чего мы живем. Ну, понимаете, тут в зависимости от того, в каком возрасте человеку задать этот вопрос, то ответ будет разниться. Но это человек, у людей он будет практически всегда один. Это построить дом, вырастить детей, посадить деревья, заработать много денег. А человек, он, конечно, стоит на более эволюционной ступени развития, и поэтому у него, помимо того, что желают люди, у него есть еще и другие желания, потребности, чаяния и действия. То есть, что получается у нас? Допустим, если бы у меня сейчас задали этот вопрос, для чего я живу, я уже обозначил остановить убийство детей по мере тех знаний, которые мне доступны. То есть, я понимаю, что основная масса жителей не понимает и не принимает, и многим вообще наплевать. Главное, чтобы, как говорится, у кого-то было все нормально, моя хата с края, на чуганах знают. Вот. Я не могу себе этого позволить в силу ряда моментов, вплоть до того, что на физическом уровне я получаю душевную боль от того, что где-то льются детские слезы. Так, значит, это сейчас бы я бы сказал бы. Допустим, если бы мне 20 лет назад спросили, для чего я живу, то я, как и говорил ранее, я в 19 лет в тайге написал очень много трудов, которые по сей день озвучу на Котлерову ФМ. И если боги дадут, буду дальше вещать, как спросил у меня недавно Сергей, вчера или позавчера, чего Вячеслав Котлеров боится. Боится не потери скафандра, а боится, что не успеет передать очень важной и необходимой информации человечеству. Ну, вы не переживайте, основы уже получены, то есть Америки не существует, города находятся на юго-восточном побережье Азии. Рядом гигантские континенты, за континентами соты, этих сотмириады, тридесятые царства, тридесятые государства. Будут уже открытия тоже высокого порядка, но уже переплюнуть отсутствие Америки и сотовое мироустройство уже невозможно, потому что это, ну, еще не знаю, какой третий кит, это, наверное, политика. То есть три кита пока, на чем жиждется, да, мои знания, точнее, ну, то, что я обозначил. Так, это мы взагали-взагаля, теперь идем к речи, что оно даст и что оно не даст. Значит, первое, самое основное правило русичей, произношение в написании, вложение мыслей, это отсутствие правил. То есть, сейчас курьез прозвучит, правила этого мира устанавливают только русичи. И кто-то скажет, ну, ты сказал, у русичей нет правила, правил, а русичи устанавливают правила. Поэтому я вынужден, вернее, обязан пояснить. Правило меняется в зависимости от того, что происходит на родной земле. То есть, то, что применимо было сто тысяч лет назад, уже не применимо сегодня, и наоборот. То есть, мы не берем стандарт, который сказали, инструкцию, и ей держимся. Мы действуем, как там разведчики говорят, действуем по обстановке, да? То есть, дальше, в принципе, не стоит расшаркиваться, все все поняли. То есть, событие меняется, значит, меняем тактику. То, что вчера было верно, сегодня неверно, не оборот. Наоборот, нет, есть незыблемая, кто-то скажет, там, вот это прям как какая-то нехорошая вещь. Есть очень несколько важных вещей, которые незыблены. Это мироустройство, оно никуда не денется от нас. И второе, именно человек, который пребывает на этой земле, для него есть незыбленные каноны. Это совесть, честь и третье, своей жизнью давать возможность другим жить радостнее. Совесть, честь, они как бы не в зависимости от того, что происходит здесь. Человек не должен терять ни совести, ни чести. И при любых обстоятельствах сам погибай, а родину спасай. И один поле воин, коль как русич, скроен. Я оговорился, скажу, русские и русичи это непримиримые враги. Кто такие русские? Русские это те, кто пропитался ментальностью русичей. Выучил нашу речь, даже внешне на нас похож. Ребенок, который родом из Китая и родился на территории, допустим, России, с малых лет он становится русским. Он полностью изучает речь, у него нет акцента, но он внешне китаец. Поэтому он русский человек, потому что жил рядом с русичами. Как отличить русича от других представителей, даже внешне похожих? Это наличие совести. Только русичи имеют совесть. Даже если у вас черная, точнее кожа цвета мрака, или желтая, или красная, но вы имеете совесть, вы русич. Неважно какое отражение вы видите в зеркале. Даже, хотел пошутить, даже великий русский поэт был эфиопом. Ну, это по басенке на самом деле. Главный редактор стен газеты Пушкин, он выглядел точно так же, как и Есенин. Дальше. Так, официальная наука записала. Официальная наука дала нам кальку. То есть, местные жители в основной своей массе не руководствуются своим соображенчиком. Все, что озвучивают местные жители, это не их мысли и не их находки. Человек прочитал, услышал, а дальше вступают в правила такие ключевые моменты, как понравилось или не понравилось. То есть, основная масса жителей принимает информацию не потому, насколько она достоверна, а насколько она резонирует с его внутренним миром. Если я, допустим, говорю фразу, что континента Северной Америки нету и города находятся на территории современной Азии, здесь вступает уже вторая фаза под названием запрограммированы. То есть, если человек еще не делит, понравилось, не понравилось, то есть еще такая тема, как внушили, или зазомбировали, или запрограммировали, или загипнотизировали. Это отсылка к космосу. То есть, миллионы людей по всему миру находятся в полной уверенности, что то, что сообщают по телевидению, это и есть истина. Существуют полеты в космос, существуют космонавты, астронавты, но на самом деле человечество знает, что это фейк. Это всего лишь актеры и монтаж, даже я вам скажу, очень интересно происходит, если по компасу. Камера стоит перед павильоном, то есть, когда мы смотрим на космонавты, и они, как актеры, занимают, очень важно занимать свои места, чтобы не перекрыть камеру. Всегда обращайте внимание, что в кадр должны попадать семь. То есть, один космонавт не должен загородить другого космонавта своим присутствием. Чтобы съемки в павильоне были хорошие. Есть легенды, что есть тайные съемки, да, то есть, тайные полеты. Но это всего лишь легенды, и тогда можно задать ключевой вопрос. Ну, а тогда зачем нам это показывают? Ну, скажите честно, мы имитируем полеты настоящих космонавтов. Но они же выдают нам это как за истину. Извините, что отошел от космоса, теперь подхожу к самому важному и самому главному, с чего я оживился. А это касается ребенков или детей. А правильно говорит Чада. Но можно говорить ребенок, то есть, первый, первородец, который у вас появляется в семье, перворожденный, это Бэби. А остальные уже Ре-Бэби. То есть, повторный ребенок. Ре это всегда повтор. Не так, как говорит уважаемый Виталий Владимирович Сундаков, что ребенок это еврейский сын или там дочь. Нет. Ребенок, Ре-Бэби, это уже вторые, третьи, четвертые, пятые. Так вот, ребенок приходит в наш мир, человеческий детеныш, абсолютно грамотный. И то, что он не умеет с нами общаться, это не означает, что он тупой или безграмотный. Он просто учит местную, примитивную речь. Подстраивается под нас. Дети по умолчанию рождаются, человеческие дети одаренные, и могут на второй, на третий день говорить. Но, вы знаете, я уже много раз говорил, был целый список, почему этого не происходит. Ну, давайте я, чтобы не долго не говорить. Современная медицина делает так, чтобы дети утрачивали эту способность с первого дня рождения. То есть, больницы построены, как правило, на бывших кладбищах. В больницах гуляют специально, там, гонококи, стафилококи, неправильные роды поза. Сворачивается атлант. Это главный, скажем так, главная антенна, чтобы ребенок мог подключаться к вселенскому компьютеру. Дальше идет в ходу глюкоза. В ротик закапывается пипеткой, чтобы флора и фауна, кандидная распространялась. Потом идут в бой прививки очень жестокого порядка. Поэтому дети уже с первых дней, телефон, приемник, уже утрачивают свои способности к подключению к информационному полю. Это равносильно, если вы возьмите свой мобильный телефон, шваркните его 10 раз об стену, а потом постарайтесь поговорить. Да, он может даже будет говорить, он будет принимать какие-то информации, но не так классно. Он будет булькать, будут смски поступать некорректно. То же самое делает и с нашим скафандром. Оккупанты это прекрасно знают. Поэтому есть очень древняя ведическая сказка, а сказка ложь давний навек, но сказки это в основном истина, про Евсейку. Ту сказку я впервые услышал, когда мне было порядка 5 лет. Я, как говорится, сидел на теплом полу, игрался кубиками. В этот момент я всегда ставил себе виниловые пластинки. Низкий поклон моим родителям, дорогим, дайте бог им крепкого здоровья и долголетия. Которые с ранних лет очень большое внимание ко мне уделяли. И по сей день, кстати, уделяю. Вот, поэтому они заботились подсознательно или сознательно о моем развитии. Каждый день на протяжении лет я слушал большое количество аудио сказок. У меня и сейчас сохранилось порядка 300 виниловых пластинок больших со сказками. Что это послужило? Если бы меня спросили, для чего ты живешь в 5 или в 10 лет, я бы сказал, чтобы делиться тем, что мне известно. То есть я фиксировал и запоминал большое количество информации и ее озвучивал. Ну, я уже даже в 10 лет сталкивался с тем, что меня насмех поднимали. Когда я, допустим, изучил 10 лет книжку про животных. И согласно этой книжке задавал вопросы, там, какое самое древнее животное. Точнее, кто прадедушка всех слонов и мамонтов. Ну, по официальной науке, естественно. И когда я, ну, любой взрослый скажет, не знаю. Даже сейчас любой взрослый скажет, не знаю. А даже не 10-летний, наверное, 7-летний ребенок говорит, это меритерий. Или там, я задавал вопрос, кто может летать без крыльев, да, там, белки или тучи рыбы. Или у кого зубы в желудке, у пангалина. То есть, когда я задаю, это я сейчас быстро даю ответ. Когда я задаю вопрос, у кого зубы в желудке, мне они серьезно. У вас пангалина, это типа муравьед, он питается муравьями, накидал их, и потом ложится спать, и желудок работает. Тут в основном фигура речи. Поэтому мы пришли к тому, что официальная наука нам дала клише. И это клише мы можем принимать или не принимать. По принципу, нравится или не нравится. С полной ответственностью заявляю, что все, что оккупационный режим нам предлагает, это абсолютная ложь. Причем, наверное, скажу такой термин в квадрате. Ничего общего с тем, что было в нашей действительности по факту сравнительно недавно, ничего общего не имеет. То есть, буквально 150 лет назад погибла здесь довольно-таки высокоразвитая цивилизация. То есть, оккупационный режим, по нашим меркам, невземного происхождения вторгнулся в наши родные пенаты и уничтожил местных жителей. Да, мы уже до этого были в оккупации. Сказать, что русичи правили 160 лет назад, это неправильно. Уже русичи были в оккупации определенных элементов, которые были по сравнению с этим оккупационным режимом более не такие зверские. И они были творческие. Они возводили вот эти здания, которые мы по сей день видим, а-ля Санкт-Петербург, античная эпоха. Они создавали удивительную одежду, удивительные приборы бытовые, часы, украшения. Я сейчас ювелирку имею в виду. Поэтому, если вам официальная наука предложила какой-то учебник или какой-то словарь и говорит, что именно это правило и по-другому не может быть, сразу не верьте. 160 лет назад здесь практически был единый язык. И он очень близко напоминает ту речь, на которой я с вами сейчас общаюсь. Да, она очень сильно искаженная. Да, еще здесь были кварталы. По нашим меркам это как страны. То есть на огромной этой территории жили представители других сот и ячеек. Поэтому до наших дней сохранились здания в виде, я их назову, восточный стиль. Вот эти удивительные, красивейшие здания, древний Самарканд я их назову. Напишите Самарканд и вы увидите какая красота. То есть были кварталы, были, да. И там, скажем, общались, допустим, на арабском языке. Но международный, на 98% международный язык, речь эта была очень близко, похоже на ту речь, которую я сейчас сообщил. Вот, в принципе, я вот это обозначил. Он сказал, спасайте своих маленьких детей от прививок, рожайте дома в воде, в содовой воде, берегите их. Есть такая мулька, на учет ставят один добрый еврей, когда-то пришел к нам на эфир, он сказал, как он обманул систему. Он повез жену, он сам житель концлагеря России, и когда жена должна была рожать, он увез ее на Украину. На Украине жена родила, и он вернулся в Россию. И в этом, интересно, и в этой, интересно, не сумятицы, или сумятицы, ну, короче, какафонии, да, потерялись документальная привязка ребенка. Кто-то скажет, ну, а как же потом, вот, растет себе мимоза, как же его потом к государству привязать. Ну, это отдельная тема, возможно, я даже закинул такой интересный момент, связанный с этой темой, как ребенка вернуть в систему, если у него нету свидетельства о рождении, да. Ну, оно есть, но он не привязан, то есть, влечащий врач не будет приходить домой терроризировать. Я вот маму своей внучке, буквально это, ну, не то чтобы терроризирую, я говорю, Таня, говорю, никаких прививок. Ну, а там нам тогда, если мы не сделаем, то нам не будут давать лечащего врача. Я говорю, я ваш лечащий врач, это сода, все, никаких это, никаких это домашних врачей. Я еще, вот, попомните мое слово, еще и на свадьбе своей внучке погуляю, вот так вот, на зло оккупационном режиме. Все, огромное спасибо, я ухожу в другие ячейки, шучу, я с вами передаю слово, благодарю. С вами был Игорь Негода.